МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Федор Шаляпин, Алексей Толстой, Василий Чапаев сегодня побывали в Чебоксарах. Сразу шесть круизных судов, носящих имена известных людей, почти одновременно причалили в речном порту. На одном из теплоходов в наш город прибыла делегация ветеранов Великой Отечественной войны из Волгограда. Участники войны сделали в Чебоксарах большую остановку. Возложили венки к вечному огню, посетили мемориальный комплекс летчика-космонавта Андрея Николаева в Шоршелах. У прибывших с других лайнеров программа не менее насыщенная. Туристов по традиции встречали песнями, танцами и хлебом с солью. Побывала там и наша съемочная группа. Ежегодно в наш порт заходят около 400 туристических судов. Пять пассажирских причалов на набережной города могут одновременно принять до 15 теплоходов. В последнее время путешествовать по Волге становится модно. Кто-то без подобных прогулок уже не представляет свой отпуск. Мы уже не первый год. Каждый год ездим даже на Шаляпине. Второй раз проплываем. Нравится путешествовать, у вас приятно в городе. Три часа, конечно, мало погулять. Но погуляли, хорошо прошлись. Пешеходная была экскурсия. В том году в галерею художественную ходили. В этом году просто вот так погуляли. В фабрику зашли, конфет ваших поели. А вот Валентина Переладова в нашем городе впервые. Ее родители родом из Чувашии. Но в свое время переехали жить в Челябинск. Маленькая Валя с малых лет заслушивалась рассказами о крае 100 тысяч песен и вышивок. Побывать на исторической родине удалось только после выхода на пенсию. Я сама Чувашка. И все мечтала о Чебоксаре. Вот посмотри, что это за Чебоксаре. Что это за Чуваши? Если вы хотите, все равно узнаете свою историю. Это очень даже мне понравилось. Конечно, очень красиво. Пока впечатление хорошее. А подарки я купила, да, конечно. Лапти – это самая знаменитая вещь. Вот я Лапти купила. Еще там и заказала. Сейчас по этим. На пути возьмем. Да. Ну, всем друзьям как же. Очень даже приятно. Чувашский подарок будет. Любовь к Чувашской земле Валентина Переладова передала и собственной дочке. Гость из Челябинска признается, что кроме знакомства с родиной преследует еще одну цель. Вот на Чувашку, на Чувашу жениха надо найти хорошего. У каждой туристической группы свой маршрут. В основном гости успевают познакомиться лишь с теми историческими памятниками, которые расположены на заливе и набережной. Но и этих впечатлений, по признанию многих туристов, хватает на всю жизнь, чтобы вспоминать с улыбкой неповторимые заволжские пейзажи, панораму церквей, храмов и музеев. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Лучший врач общей практики России работает в Чувашии. Итоги ежегодного конкурса подвели в Московской области в рамках форума молодых врачей. Помимо диплома Елене Жирновой за первое место вручили денежный приз в 500 тысяч рублей. Сначала, конечно, мне не поверилось это. Потом захотелось закричать. Радости полно было. Все-таки я очень рада за Чебоксарский район. На таком же высоком уровне отметили и врача-неонатолога, заведующий отделением выхаживания недоношенных новорожденных Лидию Горячкину. Вот уже более 30 лет она выхаживает детей с экстремально маленьким весом. В прошлом году мы выходили где-то около 40 детей, меньше тысячи грамм. В этом году мы уже перегнали прошлогоднюю эту планку. Проблем очень много в неонатологии. То есть выхаживание недоношенных детей очень сложная задача, очень дорогостоящая, очень много приходится вкладывать сил. Еще одна награда за второе место в этом же конкурсе у нашей республики. Удостоилась ее Лилия Егорова, врач-психиатр-нарколог, заведующая наркологическим диспансером. Отчет подавался за три года. Оценка проводилась не только лечебной работы и профилактической работы. Мы показали наши презентации, несколько презентаций интересных работ. Сам форум молодых врачей России состоялся в конце августа в Красногорске Московской области. В нем участвовали более тысячи медицинских работников из всех регионов страны. В течение двух дней обсуждались самые наболевшие проблемы отрасли. От дефицита кадров, условий труда и зарплаты до квалифицированности медицинского персонала. На этих же проблемах остановилась и замминистра здравоохранения и социального развития Чувашии Татьяна Богданова, когда подводила итоги прошедшего форума в Московской области. К сожалению, в отрасли на сегодня у нас сложился дефицит медицинских кадров, как врачей, так и средних медицинских работников. На сегодня у нас в отрасли работает более 50 тысяч врачей и более 12 тысяч средних медицинских работников. Вот хотелось бы назвать цифру для того, чтобы нам обеспечить прежде всего доступность медицинской помощи, нам в отрасли не хватает порядка 900 врачей. Для нашей Чувашской республики характерен достаточно высокий уровень обращаемости граждан. Порядка 10 посещений в год на одного гражданина – это много. Проблемы решаемы. Республика помогает молодым специалистам. Продолжается реализация программ по поддержке молодых семей в решении жилищного вопроса. О плате жилищно-коммунальных услуг выделяется единовременная денежная премия выпускникам медвузов. Кроме этого, заработная плата врачей поэтапно растет. И к 2018 году она должна составить 65 тысяч рублей. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика. Семья Григорьевых из Чубаксар ждет помощи от добрых людей. Их пятимесячный сын болен остеопетрозом. Недуг прогрессирует с каждым днем. Вся надежда на израильских медиков, но операция за рубежом стоит дорого. Мальчик должен приехать туда в течение шести месяцев. Если ребенку не окажут помощь вовремя, он может погибнуть. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Страшный диагноз пятимесячному Диме поставили в конце апреля. На рентгенских снимках видно, что кости мальчика буквально вдавливаются друг в друга. Ребра, позвонки, ножки и лопатки. Скоро может пострадать весь скелет. Чубаксарские врачи уже тогда сделали неутешительные выводы. Ребенок болен остеопетрозом. Для родителей малыша эта весть стала настоящим ударом. Недуг прогрессирует. Малыш плохо растет, мало ест. У него постоянно закладывает нос. Если иммунитет ослаб, то у них уже закладывается носик. У нас все время почти носик закладывается. Я периодически ему копаю морскую водичку, чтобы носик не закладывался. Но последствия этой болезни куда страшнее. В любой момент ребенок может ослепнуть и оглохнуть. В Чубаксарах Диме помочь уже ничем не могут. Пока мальчик находится под постоянным наблюдением. Возможно, что у него упадет уровень гемоглобина. Тогда потребуется переливание. Но малышу необходима операция. Остеопетроз достаточно успешно лечат в Израиле. Причем в зарубежной клинике одной из чубаксарских семей уже помогали. Сейчас у них, как бы, болезнь установлена. Все, она больше не возвратится. Вот как они мне объяснили. Ну, им там Полина Степанская объяснила, что болезнь эта мраморная не возвращается после пересадки костного мозга. Вот у них ребенок сейчас в очень хорошем состоянии. Бегает, резвится. Анализы тоже хорошие, говорит. Но пересадку костного мозга необходимо сделать как можно быстрее, пока ребенку не исполнился год. Времени у Григорьевых остается все меньше и меньше. Сейчас родители собирают деньги. Операция стоит более 8 миллионов рублей. Заработать такую сумму им не по силам. Вся надежда на неравнодушных людей. Расчетный счет Алины Григорьевой и номера телефонов, на которые тоже можно перечислить деньги, вы сейчас видите на экране. Помочь Диме может каждый из нас. На одну саму пересадку, подготовку и пересадку, они нам выставили счет около 8 миллионов. Еще надо будет, там годовалая реабилитация будет проходить. И вот это где-то 2,5 миллиона обойдется нам. Это очень большая сумма. И мы сами эту сумму не осуществим. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Чувашстат опубликовал новые данные об изменении цен на продовольственные и непродовольственные товары в республике за неделю. С 27 августа по 2 сентября повысились цены на соль, молоко, рис, крупу и другие продукты. Данные вы видите в представленной таблице. Снизились цены за неделю на картофель, капусту, морковь, лук, мясо. Изменения стоимости также на экране. За месяц упали цены на плодо-овощную продукцию, мед, специи, макароны и крупы. Подорожали яйца, сахар, сыр, хлеб, хлебобулочные изделия, мороженое, молоко и молочная продукция. Стоимость минимального набора продуктов питания в конце августа 2013 года составила 2367 рублей в расчете на одного человека. И по сравнению с предыдущим июлем она уменьшилась на 10%. Кроме того, Чувашстат представил соотношение среднемесячной заработной платы педагогов по ПФО. В республике в первом полугодии 2013 года зарплата работников отрасли образования составила 18503 рубля. Это ниже, чем в Нижегородской области, Татарстане, Пермском крае, но выше, чем в Мордовии, Мориэл и Ульяновской области. Разогрев ужина привел к трагедии. Огненное ЧП в Гремячево произошло в ночь со 2 на 3 сентября. Сгорел дом 45-летнего мужчины. В 2 часа 43 минуты на пульт 01 поступило сообщение о пожаре на улице 2-я путепроводная у 45-летнего мужчины. Предполагаемая причина огненного происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. К счастью, мужчина не пострадал. Он успел вовремя выбежать из загоревшегося дома. Однако его жилище восстановлению не подлежит. Материальный ущерб по предварительной оценке составил около 50 тысяч рублей. Чувашские спортсмены успешно выступили на Кубке России по спортивной ходьбе. В соревнованиях приняли участие молодые ходоки. Наша команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Приз за лучшую технику ходьбы получила также наша спортсменка Надежда Макеева. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Чувашия прославится и в других видах. В Министерстве спорта России обсудили, как в регионах реализуется федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта. А также вопросы финансирования строительства спортивных объектов. В республике за последние годы реконструировано более 50 объектов. Вложено около 3 миллиардов рублей. На сегодня строится и реконструируется 15 спортсооружений. Самая крупная из них – ледовый дворец на 7,5 тысяч посадочных мест и региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту «Маунтинбайку» в Чебоксарах. На 2014 год запланировано начало строительства еще одного крупного спортивного объекта. В следующем году в Чебоксарах начнут строить региональный центр олимпийской подготовки по биатлону. Месторасположение – центр развития зимних видов спорта. Некоторые здания спортивной школы обновят. Достроят гостиницу на третьем этаже на 100 мест. Планируется строительство трибуны на биатлонном стрельбище на 500 человек. А само стрельбище – на 30 установок. Будет построена и лыжероллерная освещенная трасса протяженностью на 4 километра. На территории нашей спортивной школы будет спортивный зал многофункциональный, размером на 18х36. Там будут заниматься и велоогонщики, и конькобесцы. Будет полтора гектара земли, почти полтора гектара земли перед административным зданием биатлоном комплекса. Лет 30 уже ждут этого центра. Также в городе появятся еще три спортивных комплекса, новые футбольные поля и 10 школьных стадионов. Сначала сентября в Чувашии выдалось дождливое и прохладное. В ближайшие дни потепления ждать не стоит, заверяли синоптики Чувашского гидрометеоцентра. До конца недели погода в нашем регионе будет определять циклон, который сейчас движется к нам с запада. Уже завтра он принесет к нам небольшие дожди, которые в четверг и пятницу усилятся, а местами пройдут и сильные дожди с грозами. А ветер с южного направления сменится на северный и немного похолодает. На выходные у синоптиков прогноз тоже неутешительный. Несмотря на то, что циклон уйдет и станет теплее, возможно, кратковременные дожди. Следующая информация будет интересна автомобилистам. В Чебоксарах ограничит движение транспорта по улице Композиторов-Воробьевых. Нужны такие меры, чтобы коммунальные службы смогли провести ремонт теплосетей. Терпеть неудобства чебоксарцам придется совсем недолго. С 10 часов вечера 4 сентября до утра 6 сентября. К тому же перекрыта будет только правая полоса дороги. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин